В России похвастались производством новых беспилотников «Термит». Презентацию строили во время визита путинской марионетки, то есть заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в Московский индустриальный парк «Руднёва». Здесь созданы хорошие условия для испытания новых беспилотников и обучения операторов. Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. По некоторым источникам «Термит» впервые был продемонстрирован в 2020 году. Испытания БПЛА должны были пройти до конца 2021-го, а поставки в российскую армию должны были начаться в 2022-м году. Но произошло не так, как предполагалось. Дело в том, что проект беспилотного летательного аппарата вертолётного типа «Термит» на базе НТО «Стрела». Можно считать, что отчёт свой начал с 2016-го года. То есть это не 2020-го, не 2021-го, не 2022-го, тем более не 2023-го года какое-то изобретение. А это довольно-таки уже долгоиграющий проект, которому без малого почти 8 лет. Сейчас пропагандистские российские СМИ сообщили, что «Термит» уже начали выпускать серийно. Но опять, и как всегда, соврали. Россия сейчас критически независима от поставок иностранных технологий, контрабанды. Следовательно, сам по себе проект, который не смог как-то выкуклиться даже в более комфортных тепличных условиях, а вряд ли сможет из себя представлять что-то серийное, масштабное, далеко идущее в нынешних условиях. Вот, например, на видео с завода можно заметить около десятка вертолётов в разной степени готовности. Но пока ни одного полностью сделанного до конца. Не решён вопрос с запчастями иностранного производства. И с учётом того, что на сегодняшний день мы видим только 10 в разной степени собранных термитов, в разной степени, но не боеспособных. С учётом того, что на них намного раньше был заказ, их ожидали в 2021 году, в 2022 году их ожидали, но так и не дождались. Можно говорить о серьёзных проблемах с поставками соответствующих технологий, запчастей и оборудованием. Вооружением БПЛА вертолётного типа «Термит» должны быть управляемые ракеты С-8Л с полуактивной лазерной наводкой. Данную ракету массово, серийно не производит российский военно-промышленный комплекс. Её даже не используют массовые С-8Л, массово К-52 и Ми-28. Это очень редкая ракета для российской армии. И насколько смогут этими ракетами обеспечивать не менее редкие термиты, которые и не летающие пока ещё, это всё-таки вопрос в вопрос. По мнению военного эксперта, термит слишком сырой и недоработанный, чтобы отправлять его в зону боевых действий. И на данном этапе всё это просто выглядит как очередной повод отмыть бюджетные деньги. В реальных боевых условиях или по приближённым к боевым условиям данные термиты не были испытаны. Неизвестно, как на них действует комплекс РФ. Мы говорили о производстве. Оно на сегодняшний день не серийное. Оно больше на сегодняшний день похоже на проект по распилу бюджетного бабла в первую очередь. Ну, собственно, всё, как всегда, в России. Там соврали, там украли, и никто ничего с этим делать не будет. Страна, в которой верхушком Кремля можно всё, а простым гражданам – ничего. Продолжение следует...